Поговорим немного о спорте. На стадионе Туймада в Якутске проходит чемпионат республики по стрельбе из лука. На огневую линию по классическому и блочному луку вышли все лидеры региона. В том числе Надежда Якутии и молодая лучница Розалина Тимофеева. Как спортсмен тренируется и какие планы у двукратной чемпионки Европы узнавала Нергуяна Егорова. Вот так. У тебя вот такое движение. Вот. Нормально. Розалину в этот вид спорта привел дедушка Анатолий Николаевич. Школа по стрельбе из лука горного района, откуда родом семья Тимофеевых считается одной из сильной в республике. Я в Ильюска работал и сделал дома маленький щит, лук нашел и пострелять попробовали. У него выпуск идеальный был. Такие ребята высокое достижение достигают. Династию Тимофеевых по стрельбе из лука представляют несколько членов семьи. Это участница Лондонской Олимпиады в составе сборной России, мастер спорта международного класса Кристина Тимофеева. В команде они заняли четвертое место. Также на передовых позициях выступает еще одна представительница большой семьи Тимофеевых Евгения. Не отстала от них и племянница Розалина. До прихода в секцию стрельбы из лука занималась настольным теннисом и легкой атлетикой. Поэтому стрелять как такового желания не было. В пятом классе осенью заметила в журнале для секции свою фамилию, свое имя. И очень была удивлена, так как не хотела бросать легкую атлетику, поэтому сначала вообще неохота была. Начала заниматься дома, просто имитировала выпуск, стрельбу, работала жгутом. Через год Розалина увлеклась окончательно. Сразу же пришли первые победы. На международном уровне отметилась в 2012 году. И с тех пор Розалина со всех официальных стартов возвращается с медалями. Самая первая моя победа была на республиканском турнире на памяти Стасовой Тамары. Это было в Покровске. Мне тогда было 13 лет. Стреляла на 12 метров и сразу же выполнила первый разряд. Первым большим достижением стала бронзовая медаль на пятых международных спортивных играх «Дети Азии» в Якутске. Где юная лучница оставила за собой лидеров других стран. А первое золото Европы Розалина получила в 2014 году. Стали третьими в миксе, вторыми в команде на первенстве Европы в Словении. Также серебряной медалью отметились на Кубке мира во Франции. В прошлом году на первенстве мира российская команда девушек удостоилась бронзовой награды и выиграла Кубок Европы. Розалина также является двукратной чемпионкой Европы. В 2014 году попала в список сборной России. И вот с 2014 года начала очень много ездить. Дома почти не бываю. Когда вот ездим на международных и европейских соревнованиях, там стреляем наравне с ними. Занимаем первые и вторые места. Мне кажется, это немного легче, чем попасть в сборную в России и вообще вот стрелять и конкурировать дома. После травмы плеча Розалина в этом году практически выпала из строя. Пропустила основные официальные соревнования. Прошла восстановительные процедуры и готова выложиться на все сто. В скором времени в Калининграде пройдет первенство России, где нужно отбираться на первенство мира, который стартует в сентябре в Мексике. Было очень грустно. Я вообще даже не хотела дальше стрелять. Хотела отдохнуть. Но благодаря моему упорству я не переставала стрелять. Надеялась, что это пройдет. И после восстановления у меня сейчас все нормально. Молодежный лидер это Татьяна Плотникова. Это единственный лидер из Забайкальского края. И все равные они. У всех шансов есть. Ну там уже шестерых или пятерых шансов. Хотела в детстве стать президентом. О спорте вообще не думала. Но со временем привыкла к спорту. Ну присвоилась вот так вот. И сейчас хочу, ну как у многих спортсменов, мечта это олимпийский педестал. Хочу стать олимпийской чемпионкой. Как прошел подготовительный этап к официальным стартам, покажет чемпионат республики, который завершится завтра. После чего 25-28 июля на базе летнего спортивного лагеря Монетах в Нижнем Бестяхе пройдет международный турнир бриллиантовые стрелы Якутии. Далее предстоит самый ответственный старт первенства России. Несомненно, у Розалины есть все шансы попасть в основной состав сборной страны. Юргена Егорова, Лея Жараев, Евгений Рязанский, Максим Ростовцев. Якутия. День за днем.